Псковская область, 21 век. Если с асфальтовой дороги съехать на проселочную в нужном месте, то можно оказаться в другом мире. Кажется, что время здесь остановилось, но люди здесь живут, другие люди. Деревня Сегова Псковской области. Это уникальное место, которое оказалось между прошлым и будущим. Еще пару десятков лет назад здесь жили сета, коренной малочисленный народ, язык которого относился к финно-угорской группе. Язык наш похож на эстонский, но мы говорим, у нас самостоятельный язык. Много слов звучат по-другому. Например, яблоня. По-эстонски «эунапу» на сетовском «уйбос». Или разговаривать. По-эстонски «рекима» на сетовском «канелама». И живем мы тут. Деревня русская, деревня сетовская перемешку. Но были чисто сетовские деревни, чисто русские. Дневников или записей живущих в этом районе сета найти не удастся. У этого народа не было письменности. Но была речь, поверье, сказки и песни. В 2009 году их внесли в список ЮНЕСКО за особое, уникальное звучание. Как выглядели дома сета, до сих пор можно увидеть в Печорском районе. Гостей встречает старинная русская печь. Здесь у сета всегда были плитая котел. Здесь же мыли посуду, готовили и даже грелись, когда было холодно. Вот это хлебный шкаф. Отверстие, чтобы лебушка дышала. Хлеб пекли раз в две недели. Это очень трудоемкая работа. И если вы вошли в сетовский дом, увидели, на кухне висит белые отпеленные полотенца вышитые. Это говорит о том, что вам в этом доме рады. Это чистая половина. Тут все убрано самотканными скатерцами, половиками. И самое главное – это иконный угол. В сетовском доме два иконных угла. Тут молились по церковным праздникам по воскресеньям, а спальни по будням утром и вечером. Когда девушка выходит замуж, она идет венчаться. На ней множество монетных ожерельей. Но после венчания со праздничным столом невесту ограждает какой-то тканью, и ей крестно одевает цель – фибула. Это символ материнства, признак замужней женщины. Фибула не висит на шее, он закреплен к рубашке. Вот он. Главное украшение традиционного наряда женщин-сету – это серебро. Жерель из серебряных монет они до сих пор получают сразу после рождения и носят до самой смерти. Серебряные украшения не свойственны больше никакому народу. Они поражают не только своей красотой, но и тяжестью. Весь изделий доходит до 5-6 килограмм. Самая большая фибула – это 45 сантиметров в диаметре, в основном 35-40. Ну и весь комплект украшений называется чапочка. По воспитанию детей у сета всегда было особое отношение. Например, детям давали выспаться, говоря, что сон слаще меда. А бабушки следили за тем, чтобы родители не смели поднимать руку на ребенка. Ну, а как наказывали? Мальчик что-то натворил. Папа говорит, иди на улицу, принеси себе прутик. Мальчик идет на улицу, долго-долго ходит, приходит, несет тоненький-маленький прутик. Папа говорит, это ни о чем, иди принеси хороший. Ну, он пойдет опять гулять. Во времени он не ограничен. Ну, одному скучно. Вскоре идет домой, несет хороший березовый прут. Но к тому времени папа уже остыл, и этот прутик положит на печку. И стоило папе отвернуться, как мальчики этот прутик сняли, расломали и кинули плиту. Так что у меня были четыре брата, а такое, что вот следующему не повезло, я такое не помню. Они все ходили, искали эти прутики. Одежду и стету раньше создавали сами. Основным материалом для будущей ткани служил лен. Его вытягивали вручную, делали снопы, оставляли сушиться на поле. Собирали его в большом хозяйственном сарае, снопы стелили по кругу, в телегу клали камни, соприкали лошадь. Лошадь ходила вокруг, и вот эти барабаны под телегой, они это волокно и разбивают. Затем лен трепали там на солнышке, это чтобы отлетела костра. Чесали вот на такие чесалка, и получается как расчесанный волос, вот такая прядь. Приезжали шведы, покупали, нашли он за границу, получали хорошие деньги. Одним из загадочных явлений культуры Сета является культ бога Пека. Его считали богом плодородия, ему же молились о хорошем урожае при плоде. Именно Пеку предсказывает строение Печорского монастыря, это 15 век. И когда он идет умирать в священную пещеру, то на священной горе он тыкает свой посох такими мыслями. Если с этого посоха вырастет дуб, значит народ Сету сохранится, будет жить. Самое интересное, народ живет, в монастыре дуб растет, ему более 600 лет. Сету верят, это и есть наш посох. А фигуру эту хранили в амбаре. Он один на округу, на несколько деревень, и выносили его два раза в год, весной и осенью. Весной вынесли, сожигали на голове свечи, молились, чтобы урожай вырос, чтобы скот сохранился, чтобы дети не болели. А осенью после сбора урожая был праздник. И у кого был самый маленький урожай, тому переходил на будущий год. В начале 20 века в Печорском районе жили 19 тысяч представителей Сета. После войны их осталось около 8 тысяч. В 1995 году – полторы, а по данным последней переписи населения – всего 200 человек. Куда же делись остальные? Этот народ никуда не исчез. Сеты расстелились вдоль границы России и Эстонии, и по-прежнему держатся особняком, говоря на своем родном языке, не смешивая свои традиции с эстонскими или российскими. Сегодня часть культуры и быта народа Сета на территории России можно встретить только в музеях Псковской области. Часть предметов одежды, посуды, кухонной утвари сами жители сетонских деревень оставили на памяти постоянное хранение тем, кто остался жить в России. Татьяна Огарева Учитель музыки из Санкт-Петербурга. Она оказалась в Псковской области еще в 1987 году. Тогда Сегова считалась большой деревней. Здесь проживало 150 человек. Я приехала сюда для того, чтобы оздоровить своих детей. И так получилось, что я купила в деревне вот этот дом, не зная, что тут живет община крестьян Сету. Я была одна из русских, и они очень с недовольством и с таким удивлением смотрели на меня. А я на них, потому что я не знала, что это деревня Сету. Я не знала, что они по-русски плохо говорят, но они меня приветствовали. Тера-Тера. Сету жили и в других деревнях. И они располагались в Печорском районе такими группами. Вот эта группа около Рижского шоссе. Группа деревень называлась Нульк. Вот в нашей деревне возглавлял старейшина Коля Тапер. Старейшина попросила Татьяну Огареву создать музей Сета, чтобы сохранить память о людях, которые здесь когда-то проживали. Местные жители стали приносить личные вещи из своих домов. К 1997 году получилась целая коллекция уникальных артефактов, настоящих приметов быта. Когда стали создавать границу, а граница отсюда находится в 20 километрах, граница с Эстонией, то Коля Тапер заволновался и сказал, что если народ уедет, то тут никого не останется. И надо сохранить память, потому что мы здесь прожили только как православные 500 лет. Говорят, что история повторяется каждые несколько поколений. Одни народы уходят, а другие возвращаются назад спустя время. Здесь, на границе от Сковской области Эстонии, часто можно услышать песни Сета, уникального народа, который жил здесь много веков, и продолжается в каждом, кто приезжает сюда изучать его неповторимую культуру, оставленную нам на память. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА